Друзья, приветствую! Алексей из Питера передал масло Ardeka Pure Sport 540. Масло называется Чистый Спорт. Это C3 масло. Масло бельгийское, достаточно редкое. Не думаю, что его кто-то будет подделывать, но тем не менее вопросы к маслу у меня появились. Значит, первым делом я создам эталон. Такого масла еще не видел. На тестах вот такая спектрограмма. Значит, на банке написано двойные эстеры. Прямо на банке. Здесь никаких эстеров я не вижу вообще. Или они в таких микроскопических количествах, гомеопатических, что просто для этикетки. Далее выбираю это масло. Сейчас посмотрим, что прибор наменен. 74% по противоизносным присадкам. Да, похоже на C3. 1,61 кисло, и 8,2 щелочное. Хотя сам производитель заявляет 7,4 кисло. А здесь еще разница ГОСТов. То есть, по факту ГОСТам для свежего должно быть 9,7 кисло. Странно, большая очень разница. Не похоже. Так, значит, автомобиль у нас вот отработка. Автомобиль у нас Рено Дастер на вариаторе. 1,3 турбо мотор H5 HT, 150 сил. Пробег автомобиля всего 14,5 тысяч километров. Пробег на масле около 9,5 тысяч километров. 214 моточасов при средней скорости 44,4. Высокая средняя скорость. И вот объем картера 5,7. Достаточно большой. Значит, в отработке 45% противоизносных присадок, 0,4% гликоля. Откуда он взялся? Непонятно вообще. Видите, нарастает нитрование. 26,9. Сажи нет. Ну, высокая скорость. Мотор свежий. То есть, все-все эффективно сгорает. Кислотная 2,68. Ну, чуть больше единицы. Нормальный тоже, в общем-то, показатель скорости окисления масла нормальная. И щелочное 3,8. То есть, немного подсело, но тем не менее. Да, кстати, воды видно, что меньше, чем в свежем. То есть, видно, что это высокая скорость и масло хорошо прогревается. Такой интересный момент. 5,7. Вернее, Алексей подписал, что объем масла от 5,5 до 5,9. Ну, используется в Ниссане, в Рено и, я так понимаю, в Мерседесе. Совместно какая-то разработка. Прямой впрыск. Да, смотрите, вот он прямой впрыск. Даже на такой средней скорости посмотрите, какое разжижение топливом. То есть, мотор наливает активно и эффективно. 94% из 100 разжижения. Естественно, такое количество топлива повлияет на спектр масла и внесет погрешность. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, так не пропустите уведомления о новых видео и посмотрите, какой получился у меня прогноз. Значит, мощью и нейтрализующие свойства 11400 километров, 260 моточасов. По оксидам азота нитрования 12700 километров, 289 моточасов. И масло приговорено по вязкости, 230 моточасов, 10 тысяч километров. Сильно заливает топливом мотор. По нитрованию тоже маловато. Обычно нормально работающий мотор это 500-400 моточасов, здесь чуть меньше 300. Ну, возможно, что повлияло на это большое количество именно топлива в масле. Да, удивительно. Раньше Рено делали отличные моторы, а сейчас вот эта общая тенденция какая-то непонятная. И видите, да, новый мотор и уже вот так наливает в масло причем. А что в городе интересно будет? Да, ну и опять же вопрос к маслу. Очень высокое щелочное число. Хотя по фосфору цинку, в принципе, на мой взгляд, похоже на С3. Ну, не знаю, может быть просто этот, уронили лишнего в бочку, в реактор. Значит, ну и вопрос, конечно, открытый. Откуда гликоль, честно говоря, не могу объяснить, откуда он там взялся. Вот, но он присутствует. Надо разбираться. Топливо, да, вот Алексей написал топливо. Ну, там и Лукойл, и Тебойл, и Роснефть, и Газпромнефть 95-й. В общем, от топлива, по идее, не должно было. Хотя, может кто-нибудь из, что-нибудь добавляет из, например, Тебойл, кто его знает. Такое, затравочное, знаете, как, чтобы на рынок выйти и заманушку. Как говорится, первая доза бесплатно. Как-то октановое повышенное закинуть, чтобы подсадить клиентов. Ну, это так, шутка, конечно, предположение, но не знаю, откуда гликоль взялся. Не думаю, что это антифриз попадает. Но, тем не менее. Вот, 45 процентов противоизносных присадок. Ну, это турбо. Вот, и достаточно нагруженные. 150 сил с 1.3. Так называемый даунсайзинг. Уменьшенные объемы и приличная мощность. Поэтому здесь ничего удивительного. Ну, и плюс все равно, я думаю, что еще какие-то остаточные процессы прикаточные, наверное, есть. И поэтому тоже расходоваться может противоизноска более активно. Ну, вот такое масло, не знаю. Тут даже сложно мне что-то сказать, потому что вопросы к маслу есть. Как-то оно не соответствует заявленному даже на этикетке. В некоторой степени по эстерам и по щелочному, заявленному производителям. Вот. Ну, в любом случае, благодарю Алексея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.